Привет! Меня зовут Анна Польская Ксения, я преподаватель биологии и сегодня мы продолжаем разбираться с генетикой. Сегодня мы поговорим про взаимодействие аллельных генов. Да, мы поговорим сегодня про неполное доминирование, про кодоминирование и про многое другое. Поехали! На прошлом занятии мы с тобой говорили о том, что полное доминирование, это когда один признак полностью подавляет другой и, соответственно, проявляются желтые с зелеными, все дети получаются в первом поколении при скрещивании чистых линий с желтыми, то есть наследует признак одного родителя. А бывает неполное доминирование, когда у нас признак наследуется промежуточно, то есть промежуточный характер наследования. Когда мы скрещиваем красные клубнички, землянички с белыми, а детки, детки их получаются розовыми. И неполное доминирование, по многим признакам такое происходит. Например, по гену курчавости волос. Кудрявые волосы с прямыми дают волнистые, промежуточный характер. Розовые цветы, да, получаются от красных и белых. Длинная пластинка листовая, маленькая листовая пластинка, получается средняя листовая пластинка и так далее. О неполном доминировании всегда можно понять по тексту задачи, либо об этом прямо говорят, что признак неполно доминируется, либо, говорят, проявляется промежуточный характер наследования, либо это понятно по детям. Видно, что они какие-то средненькие получились, да, на маму и папу похожи, но признаки как будто перемешать. Как мы это записываем? Записываем мы это точно так же, как и прошлые, то есть форма записи абсолютно точно такая же. Мы записываем родителей, пишем А большое, А большое, красные, да, красные, А маленькая, А маленькая, белые, да, написал генотип, подписал фенотип, здесь все как обычно. Гаметы. В гамет у нас идет одна А большая, а сюда одна А маленькая, да. И детки, потомство первого поколения, оно также, посмотри, получается единообразным, то есть закон единообразия первого поколения, он здесь есть, да, он здесь проявляется, но они получаются розовые, да, на родителей не похоже. И если мы скрещиваем потомков первого поколения, если мы скрещиваем потомков первого поколения, да, написал генотип, подписал фенотип, розовые, розовые, гаметы, гаметы, гаметы. И вот что мы получаем. F2, потомки второго поколения. А большое, А большое. Они будут красные. А большое, А маленькое, А большое, А маленькое, розовые. И А маленькое, А маленькое, белые. То есть, посмотри, мы получаем тоже расщепление. Тоже расщепление, но оно такое же, как по генотипу, так и по фенотипу. По генотипу мы получаем расщепление 1 к 2 к 1. И по фенотипу тоже 1 к 2 к 1. Мы получаем три фенотипические группы во втором поколении. Красные, розовые и белые. И точно так же мы получаем три генотипические группы. А большое, А большое, А маленькое и А маленькое, А маленькое. То есть, при неполном доминировании расщепление по генотипу такое же, как расщепление по фенотипу. Ну, поехали решать. Что тут долго? Что тут долго говорить? Определите соотношение фенотипов при скрещивании крупного рогатого скота с промежуточной чалой окраской. Красная масть неполно доминирует над белой. То есть, А большое, А большое это у нас красные, да, красные. А маленькое, А маленькое белые. А промежуточный характер наследования это чалые. Чалые. Нас спрашивают, у нас скрещивают крупный рогатый скот, да, с чалой окраской. Чалые и чалые. Гаметы. Здесь А большое, А маленькое, А большое, А маленькое, А большое, А маленькое, да. И в потомстве мы будем получать красные, чалые и белые. Белые. Нас спрашивают, что нас спрашивают? Определите соотношение фенотипов. Соотношение фенотипов, вот, надеянно, к двум, к одному. Но нам нужно написать в порядке убывания. Мы очень внимательно смотрим на то, что нас спросят. А в порядке убываний это 211. Бланк 211 без указания каких-либо дополнительных знаков. Едем дальше. Какова вероятность рождения потомства с промежуточным фенотипом от гетерозиготной родительской особи в анализирующем скрещивании? Да, то есть у нас, смотрите, гетерозиготная особь, гетерозиготная особь. Скрещивание было анализирующее. То есть анализирующее – это амалая-амалая. Да, мы это с вами уже знаем. Гамет. Сюда у нас идет два типа гамет. А большое, а маленькое. Здесь один тип гамет. Вот. И, соответственно, мы получаем детей. Вот такого товарища. И вот такого. Нас спрашивают ребеночка с промежуточным фенотипом. Промежуточный фенотип – это гетерозигота. Да, и вероятность проявления такого товарища у нас 50%. И в блант мы пишем 50% без указания дополнительных знаков. Какова вероятность рождения детей с кудрявыми волосами, если оба родителя имеют волнистые волосы? Ген, отвечающий за кудрявость, неполно доминирует над геном прямых волос. То есть у нас вот такие люди, они будут кудрявые. Кудрявые. Вот такие будут с прямыми. Прямые волосы. А волнистые – вот такие. Да, волнистый. Промежуточный характер у нас следований. У нас были два волнистых человека. Два волнистых с волнистыми волосами. Написал генотип, подписал фенотип. Волнистые. Волнистые. Но опять же, да, это, конечно, задача первой части. Они решаются устно. И вы в бланк вот это все не пишете. Мы просто сейчас все подробно расписываем. Мы учимся с вами с нуля, чтобы потом нам было проще, чтобы никакой каши в голове у нас не было. То есть вот это у нас кудрявые. Кудрявые. Вот это волнистые. Волнистые. Вот это прямые. Почему пишу белые. Прямые. Нас спрашивают. Что нас спрашивают? Какова вероятность появления кудрявых. Кудрявых. Вот наши кудрявые детишки. Вот наши кудрявые детишки. И вероятность появления такого кудрявого ребёнка 25%. Мы в бланк пишем 25 без указания знака процента. Денем дальше. Определите вероятность рождения особей, соответствующим понятию чистая линия, среди потомков в моногибридном скрещивании двух гетерозиготных при неполном доминировании. Замечательно. Два гетерозиготных товарища дают... Ну давайте я уже не буду тут прям все эти гометы расписывать. Кого они у нас дают? Да, они у нас дают вот таких вот детей. Правильно? Вот таких детей они дают. Нас просят вероятность особей, соответствующих понятию чистая линия. Что такое чистая линия? Давайте ещё раз. На прошлом уроке говорили. Чистая линия – это организмы, которые гомозиготные по исследуемым аллелям. И кто у нас? Вот гомозигота и вот гомозигота. А большая и маленькая – это гетерозигота. То есть какова вероятность? До 50%. 50% у нас гомозиготных организмов. Да? Половина гомозиготных организмов. Едем дальше. Едем дальше. Чёрное оперение кур неполно доминирует над белым. То есть вот такие у нас будут чёрные. Чёрные. А вот такие будут белые. Белые. Значит, гетерозиготные у курсов, по-моему, их называют голубые. Голубые. Или там как-нибудь. Итак. А, пёстрые. Простите, нам написали, что это пёстрые. Пёстрые. Итак. Какой процент курс с пёстрым оперением появится при скричивании гетерозиготных родителей? Гетерозиготные родители. Гетерозиготные родители. И давайте сразу же запишем, что у нас здесь получится. Понятно, что если это задача второй части, то мы там всё по красоте. С кометами, с буковками и так далее. Ну, вот наши детишки. И пёстрые у нас вот эти. Пёстрые. Вот эти чёрные. Вот это белые. И вероятность появления пёстрых курочек тоже 50%. Да, 50%. Сколько разных фенотипов у потомков при моногибридном скрещивании двух гетерозиготных организмов при неполном доминировании? Да, ну вот, опять же, наши два гетерозиготных организма. Два гетерозиготных организма, да, дают вот таких детей. Ф1, там гометы, родители. Раз. Это один фенотип, да. Потом будет А большое, А маленькое, А большое, А маленькое. Это второй фенотип, вторая фенотипическая группа. И вот это третья фенотипическая группа. Нас спрашивают, сколько разных фенотипов. Фенотипов три. Мы условно детей сможем по внешним признакам разделить на три кучки. Неравные, да, понятно, что в соотношении один к двум к одному. Но на три фенотипические группы. Как скажем и на генотипическими. Множественный аллелизм. Что это такое? А вот, знаете, да, у нас же организм-то диплоидный, да, и в каждой хромосомке, в каждой хромосомке у нас две, да, две пары, гомологичные хромосомы, и в каждой хромосомке у нас присутствует только один аллель. Это мы с вами знаем. Но бывает такое, что хромосомок-то две, а аллелей-то не две, а больше. Три, четыре и так далее. Так вот, такой пример с окраской шерсти кроликов. Посмотрите, когда у нас есть чёрная краска, чёрная краска, и чёрная краска – это прям самый доминантный признак. Самый доминантный признак. Давайте это вот здесь буду писать. Самый доминантный. Он подавляет все. Он подавляет. То есть, если в генотипе присутствует А большое, то в кролике будут чёрные. Дальше. Шиншиловая краска, да, условно, давайте её обозначим А, там, С. Она будет рецессивна, да, рецессивна по отношению к чёрной окраске, но доминантна по отношению ко всем остальным, по отношению к гималайскому и по отношению к белым, к альбиносам. Вот. И шиншиловая окраска, условно, её обозначим А с индексом H. Да, она будет рецессивна по отношению к чёрной окраске, она будет рецессивна по отношению к шиншиловой окраске, но будет доминантна по отношению к альбиносам, к белой окраске. То есть, посмотрите, если у нас кролик имеет генотип, там, например, А, и вообще не важно что, хоть А маленькая, хоть А, там, не знаю, С, хоть АН, он у нас будет иметь чёрную окраску. Да, если у нас кролик будет иметь АН, например, АН, А маленькая, да, то он будет иметь гималайскую окраску. Вот такая серия аллелей, серия, да, соответственно, много их, множество. Но в генотипе у нас всегда будет два, да, потому что у нас две хромосомы, две гомологичные хромосомы, и третью мы туда впендюрить не можем. Это уже мутация, это уже, ай-яй-яй, нехорошо. В тестоточную генетику в ЕГЭ они точно идут на нормальное, без мутации, без каких-то лишних хромосом. Итак, давайте решать, давайте решать. При скрещивании гетерозиготного чёрного и гетерозиготного гималайского кролика родился кролик-альбинос. Определите вероятность проявления в потомстве альбиносов у данных родителей. Значит, смотрите, у нас есть чёрный кролик, чёрный, и у нас есть гималайский. Гималайский мы обозначили это А-Аш. Гималайский. Гималайский. То есть у чёрного обязательно должна быть А-Большое, а у гималайского обязательно должна быть А-Аш. Да, это их доминатные алели, которые проявляются. И у них родился кролик-альбинос. Альбинос вот такой. Альбинос. То есть у него встретились две гаметки А-маленькая. А-маленькие. Соответственно, у наших товарищей тоже обязательно здесь должны быть эти А-маленькие. То есть у них должны быть алели А-маленькие. Какие гаметы у нас получаются здесь, если мы всё допишем по красоте? Есть ещё, конечно же, гамета А-Большое. И здесь, конечно же, ещё должна быть гамета А-Аш. Ну и давайте теперь запишем всех детей, всех детей, какие могут здесь получиться. А-А-Аш, да, это чёрный. А-А-маленькая, это тоже чёрный. А-А-Аш, А это гималайский. И А-маленькая, А-маленькая, это альбинос. Нас спрашивают, какова вероятность рождения альбиноса у данных родителей. И вероятность рождения альбиноса у данных родителей 25%. Мы в бланк пишем 25 без указания знака процента. Вот, такие задачки есть. Такие задачки есть и в первой части. И на множественный аллелизм такие задачи тоже есть во второй части. Мы их с вами будем обязательно решать на следующих уроках. А, вот ещё вопросик. Вот ещё вопросик. Давайте, знаете, сколько разных фенотипов получится при скрещивании гетерозикотного чёрного и гетерозикотного ямалайского, если были альбиносы. То есть это наша та же самая схема скрещивания. Да, та же самая схема скрещивания. И нас спрашивают, сколько разных фенотипов. Три. Три, да, то есть будут у нас чёрные кролики, гемалайские кролики и альбиносы. Ответ на этот вопрос – три. Три разных фенотипа. Схема скрещивания для этой задачи, для этой одинаковая. Кодоминирование. Значит, кодоминирование – это разновидность множественного аллелизма. То есть у нас так наследуются группы крови. Давайте сначала поговорим про группы крови, что это такое. Группа крови у нас определяется наличием белков, антигенов на эритроцитах. И, возможно, четыре разных варианта. Белка в силу 2, белок условно А, антиген А и антиген В. И, возможно, разные комбинации. То есть у нас, возможно, первая группа крови, первая группа крови, там нет белков, нет антигенов. Вот наш эритроцит, первый группа крови. Посмотрите, он такой вот лысенький, голенький, и ничего на нем нет. Вторая группа крови, она имеет белок А. Белок А, ну или антиген А. И на нем вот эти желтенькие штучечки, да, они условно у нас обозначены А. Третья группа крови, она имеет белок В на эритроцитах. А четвертая группа крови имеет и А, и В. И так условно, наши группы крови и называются А, В, 0. Да, то есть нет белков, это 0. Да, белок А, вторая группа крови, белок В, третий. И два белка А и В, это четвертая группа крови. Вот. Как же такое получается? И как у нас наследуются группы крови? Смотрите. Отсутствие белков на эритроцитах, это у нас рецессивный ген. И мы его обозначаем И маленькая, да, И маленькая 0, И маленькая 0. Это у нас нет, нет белка, нет белка на эритроцитах. А если у нас есть, еще есть доминантный ген И, И большое. И вот в И большой он может быть, он может кодировать как А, так и В. И, соответственно, их обозначают вот такими буковками сверху, да, то есть чтобы было понятно, этот И какой ген кодирует, А или В. Вот этот ген кодирует И, А. Это у нас белок, белок А. Также есть еще один доминантный ген И, который кодирует белок В. И он кодирует белок В. Таким образом, посмотрите, А и В, И большое А и И большое Б, они не подавляют друг друга. И если в одном генотипе встречается и И большое А, и И большое Б, они просто оба проявляются. Таким образом, мы получаем, что если у нас первая группа крови, то здесь генотип обязательно, ну, и маленькая 0, и маленькая 0. То есть два рецессивных гена встречаются вместе. Вторая группа крови, тут возможно два варианта генотипа. И большое А, и большое А. То есть когда встретились два доминантных гена, то есть гомозигота человека. А также человек может быть гетерозигота, да, то есть И большое А, он доминантен по отношению к И маленькому 0. Третья группа крови, соответственно, тоже И большое Б, И большое Б, и также гетерозигота может быть. А четвертая группа крови, тут, соответственно, встретились в одном генотипе И большое А, и большое Б. И таким образом у человека на эритроцитах получается и белок А, и белок Б. Вот таким образом у нас наследуются группы крови. То есть это и множественный аллелизм, и кодоминирование. Кодоминирование – это когда, видите, проявляется и один признак, и другой, да, и из одного лилия. То есть они не доминантны, они оба доминантны, и поэтому оба проявляются. Давайте решать. Какова вероятность рождения ребёнка с первой группой крови у гетерозиготных родителей со второй и с третьей группой? Значит, смотрите, наши родители, и большое А, и маленькая 0. То есть это вторая группа, и гетерозиготные, мы по условию поняли. И третья группа – крови. Это третья группа, да, написал генотип, подписал фенотип. Какие гаметы у нас здесь получаются? Да, всё точно так же. У нас в гамету идёт один аллель. Да, гамета чиста от другого аллеля. И какие дети у нас получаются? И большое А, и большое Б – это четвёртая группа. Четвёртая группа. И большое А, и маленькая 0 – вторая. И большое Б, и маленькая 0 – это третья. И маленькая 0, и маленькая 0 – это первая группа крови. Нас спрашивают, вероятность рождения ребёнка с первой группой крови. Вот он, наш ребёночек. И вероятность рождения такого ребёночка – 25. 25 в бланк без указания знака процента. Едем дальше. Какова вероятность рождения ребёнка со второй группой крови у родителей с четвёртой? Человек с четвёртой группой крови, мы тоже генотипы сразу же можем определить. То есть это вот у нас четвёртая группа крови. Да, и второй родитель тоже имеет четвёртую группу крови. Родители. Гометы. И большое А – одна гомета. И большое Б – вторая гомета. И большое А. И большое Б. И давайте запишем детей. И большое А, и большое А – это вторая. Это четвёртая. И большое А, и большое Б – четвёртая. И большое Б, и большое Б – это третья группа крови. Вероятность рождения ребёнка со второй группой крови, нас спрашивают, тоже 25%. 25% в бланк без указания знака процента. Задачки на группой крови, они тоже у нас встречаются как в первой части, это задание первой части, так и как во второй части. Будем решать, будем решать совсем скоро. И множественное действие генов, которые тоже надо разобрать. Значит, множественное действие генов – это когда у нас один ген контролирует несколько признаков. И такой самый яркий пример – это, конечно, рыжие волосы и веснушки. Ген 1, а признака 2, даже 3 – светлая кожа, веснушки и рыжие волосы. Очень красиво, мне очень нравится. Поэтому они у нас всегда ходят за ручку, такая веснушчатая кожа и рыжие волосы. По-моему, очень красиво. Итак, но в ЕГЭ про именно рыжие волосы и веснушки я прям не видела, хотя могут и вставить. Просто знайте. Классный пример, а в первой части тоже может попасться. Именно в каком-то тестовом задании. А вот летальное действие генов, оно у нас встречается сплошь и рядом. И оно как раз работает именно так. То есть есть какой-то один ген, который в гомозиготном состоянии вызывает гибель. И это очень интересно, потому что тут получается нетипичное расщепление. Посмотрите, вот наши мышки. Желтая окраска вызывается доминантным геном А. То есть доминантным геном, ну тут Y. Давайте Y – это желтые. А Y – это серые. И вот посмотрите, при скрещивании двух гетеразиготных желтых мышей, они обязательно должны быть гетеразиготными, да, потому что Y, большой, Y – большой, будет вызывать гибель. Да, то есть такие мышки не могут размножаться, не могут вступить в скрещивание. Поэтому при скрещивании двух желтых мышей мы будем получать расщепление не 3 к 1, как хотелось бы, да, а 2 к 1. И вот это, ребята, очень важно. Задачи на летальные гены очень много в ЕГЭ второй части. И это прям тренд сезона. Поэтому обязательно обращайте внимание. Мы с вами, когда будем разбирать задания второй части, да, сложные задачи, я вам все эти расщепления, как они у нас получаются, как они смодифицируются, покажу, и все эти задачи мы с вами прорешаем. Но пока на простом, на простом, на моногибридном скрещивании на задании первой части, вот обратите внимание, если у вас должно быть по логике 3 к 1, ну это же закон расщепления, второй закон Менделя, вы как, 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 а у вас почему-то 2 к 1, то у вас сразу в голове должна мигать вот такая красная лампочка. Кто-то сдох. Это летальность, да, то есть в гомозиготном состоянии будет гибель. Вот это прям запомните. То есть не типичное расщепление, не 3 к 1, которое должно быть по логике, а 2 к 1 говорит вот об этом. И у нас будут такие слепые задачи, когда вам дают расщепление, и вы должны сделать вот эту связочку, что это не 3 к 1, значит кто-то сдох. Точно. Вот именно, чтобы вы догадались, что кто-то сдох. Понимаете? Вот что это летальность, чтобы вы по расщеплению сделали этот вывод. Но это у нас еще впереди. Пока просто знаете, что такое возможно. Итак, задачка. Гомозиготные серые овцы при переходе на грубые корма гибнут. Что это значит? Это значит, что пока теленочек сосет сисечку, то все хорошо. А как только он переходит на грубый корм, на травку, на сено, то у него нет нужных ферментов, и он погибает. Потому что не может переваривать еду. Какой процент серых овец получится при скрещивании серой и черной? Значит, и так, смотрите. Ну, если у нас овца серая, и она дожила до непосредственно скрещивания, да, серая, то она гетерозигот, потому что дети, которые, телята, которые на молоке мамином, они еще не скрещиваются. Черные родители, гометы, 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 и F1, серая, серая и черная, и черная овца. Какой процент серых овец получится при скрещивании? 50-50 процентов. Да, вот они наши серые, серые овцы. Такая вот история. Теперь давайте подведем итоги. Подведем итоги и позаписываем, что же мы с вами знаем про моногибридное скрещивание. Пока у нас было два занятия, и мы с вами разбирали только моногибридное скрещивание. Давайте, давайте, давайте разбираться. Значит, смотрите, если у нас нет расщепления, нет расщепления, то есть все 100% они у нас одинаковые, то что мы с вами говорим, то мы делаем вывод, что это у нас первый закон Менделя, а большой, а большой, а маленький, а маленький. То есть скрещиваются две чистые линии, гомо-сигота по одному признаку, по доминантному, и гомо-сигота по рецессивному. И мы всех 100% получаем одинаково. Тут возможно два варианта. Как вы знаем, тут возможно у нас полное доминирование, полное доминирование, то есть все как один родитель, все наследуют признак одного родителя. И также может быть неполное доминирование. Неполное доминирование. Они все равно все 100% одинаковые. Все 100% одинаковые. То есть и в том, и в том случае мы получим одинаковых детей. Но в случае неполного доминирования у нас будет проявляться промежуточный характер наследования, условно там волнистые волосы у кудрявых и прямоволосых людей. И в случае полного доминирования все дети будут наследовать признак одного родителя. Условно будут получаться только желтые горошки, как и один из желтых родителей. Следующее, что мы с вами знаем. Мы с вами знаем расщепление 3 к 1. Что значит расщепление 3 к 1 при моногибридном скрещивании, когда рассматривается одна пара признаков? Это значит, что у нас скрещивались две гетерозиготы. И это значит, что это полное доминирование. Также у нас может быть расщепление по фенотипу 1 к 2 к 1. Такое расщепление говорит, что тоже у нас скрещивались две гетерозиготы, но это было неполное доминирование. Неполное доминирование. Также мы с вами знаем, что наша с вами вот эта вот прекрасная 3 к 1 может превратиться в 2 к 1. В 2 к 1. И что же это значит? А это значит, что у нас тоже скрещивались две гетерозиготы, две гетерозиготы, но есть летальность. То есть А большое, А большое вызывает гибель в гомозеготном состоянии. Вот такая вот у нас с вами интересная история. То есть это наши с вами итоги по моногибридному скрещиванию. А дигибридное скрещивание мы с вами рассмотрим на следующем занятии. Начнем уже разбираться, как образуются гометы, сколько типов, как чего, на следующем уроке. А сейчас я настоятельно рекомендую тебя потренироваться, закрепить пройденный материал. И до встречи. Пока.